Привет всем! Итак, цветение на середину ноября. У меня цветет фрагмопедиум кардинали. Цветет он давно, с начала лета, и я даже не знаю, какой это цветочек. Я пыталась считать, но я так и не смогла посчитать цветочки. Распускает он цветочки достаточно быстро. Держатся они, некоторые быстро завидают, некоторые держатся до двух недель. Вот такие вот симпатичные, красивые цветы. Это у него последний третий цветонос сейчас цветет. Один цветонос уже закончил свое цветение, я его обрезала совсем. А вот второй цветонос, у него тоже еще цветет. У него еще бутоны там образуются, еще есть бутончики, он тоже цветет. Ну вот самый удачный цветонос, это третий. На нем самые крупные, самые пузатые башмачки, самые яркие, самые крупные. Он цветет, конечно, изумительно, и у него есть еще бутоны. Так что мы продолжим цветение. Гибридная котлейка, очень ароматная, по-прежнему цветет. Один цветочек уже упал, но три цветочка по-прежнему держатся. Даже не знаю, сколько она процветет, но долгое у нее цветение. Цветет мой Мауди. У него очень сложное название, я его называю просто бордовый Мауди. Красавец уже поднял парус, надул свой башмачок, надул туфельку. И я думаю, что он будет цвести долго, потому что сейчас уже прохладно. И я надеюсь на долгое цветение. Предыдущий башмачок держался два месяца и три недели. На середину ноября цветет мой анцидиум Sugar Baby Variety Misaka. Он распустил уже почти все свои цветочки. Ну, может быть, еще остались бутончики. Очень ароматное растение. Очень симпатичные цветочки. Живет он у меня очень давно. Но у меня есть человек, который очень хочет иметь это растение. Возможно, я это растение отдам. Он очень сильно разросся. Это очень большой куст. У него уже есть розетка, которая тоже собирается цвести вскоре. У нее, правда, цвета еще не появился, но думаю, что скоро, со дня на день появится. Очень пышное цветение, очень душистый. Но я думаю, что я с ним все-таки растанусь. Ну, посмотрим. Белина и Виолоцея тоже цветут. И есть даже еще новый бутон у Белины. Той, которая слева. Вот у нее тут новый бутон уже вот-вот откроется. Какие же они душистые. Причем душистые они в любое время суток. И вечером можно подойти к ним, они ароматные. Даже ночью вчера я понюхала обе. И обе издают слабый аромат. Конечно, днем он более сильный, но даже ночью он присутствует. Очень ароматные растения и очень обильно цветущие. Цветут они давно. Я даже не помню, сколько они цветут. Но я думаю, что уже полгода они цветут. Цветет мой психопсис. Это новый бутон на новом цветоносе открылся. И самое удивительное, что сразу же первый цветок оказался идеальным. У него просто идеальная форма, которая и должна быть. Обычно первые цветочки на новых цветоносах залипают. А этот идеальный. Вот тут еще один бутон скоро распустится. А этот вот буквально свежий. Открылся дня два как. Вот такой вот у меня красавец на середину ноября цветет. Думаю, к концу ноября и тот распустится. Хотя он уже достаточно надулся. Может быть, даже через неделю распустится следующий цветок. Моздувалия расцвела. Это второй бутон распустился на старом цветоносе. Какое счастье, что я не обрезала этот цветонос. Цветок получился крупнее. Растение окрепло. И цветочек у нее больше. Особенно усики длинные. И те, что внизу усики, и то, что вверху. Усики получились очень длинные. Цветок приблизительно 22 сантиметра. По вертикали. Красивое растение. Очень красивое. И я заметила на днях, что появился новый цветонос. Начал развиваться. Совсем еще маленький. Его еще показать будет сложно. Но думаю, что она продолжит свое цветение. Ну и, конечно, мой дендропиум пресча сперл по-прежнему цветет. У него, я думаю, 5 или 6 цветочков. А те бутоны, которые были совсем маленькие в прошлом обзоре, вот они по-прежнему надуваются. Он медленно распускает цветы, но долго их держит. Очаровательное растение. Не могу нарадоваться. Какое счастье, что я его купила. Хотя меня предупреждали, что такой дендропиум плохо цветет. Даже может и 2-3 года не показать цветы. Но вот мой оказался удачный. Все-таки очень многое зависит от того, какое было растение при покупке. Это очень-очень важно. Вот этот оказался крепким, сильным. И вот таким вот обильно цветущим. И моя тилансия саена, синяя тилансия, заканчивает парад цветущих растений. Она тоже по-прежнему цветет. У нее еще остались цветочки. Я думаю, что она продлит свое цветение до декабря. Думаю, что она еще и в следующий обзор попадет. Хотя, кто знает. Очень такое оказалось растение. Обильно цветущее. И очень-очень благодарное. Очень много сейчас цветоносов. Очень много. Но вот цветущих растений не так много. Моя Ирэн Добкин продолжает цвести. Она еще цветет. Но в обзор она не попала, потому что цветочки уже совсем-совсем не свежие. Не хочется показывать ее в тот момент, когда она уже не такая прекрасная, как была эти последние три месяца. В этот раз она, конечно, все рекорды побила. Но зато у нее развиваются два цветоноса. Я думаю, что в декабрьский обзор она точно попадет. Вот, пожалуй, и все, что я хотела бы сказать. И еще ответ на вопрос. Мне задали вопрос, от чего желтеют листья фаленопсисов? Почему появляются желтые полоски, желтые пятна? Конечно, причин хлороза много. Очень много. Я даже не буду, не берусь, перечислять все. Но самая первая, самая очевидная причина хлороза на листьях фаленопсиса – это недостаток магния. И что я хотела бы посоветовать? Попробуйте добавить калмаг при поливе ваших растений. Его не надо много. Просто нужно регулярно, очень небольших количествах, добавлять калмаг. Нет у вас калмага? Найдите английскую соль. Она может продаваться в аптеках. Английская соль или Epsom Salt. Наши бабушки и мамы применяли Epsom Salt по одному очень деликатному поводу. Не буду о нем говорить. Кто знает, тот знает. Так вот, английская соль или Epsom Salt очень богаты кальцием и магнием. Там есть еще и другие минералы, которые тоже полезны для орхидей. Если вы будете пользоваться Epsom Salt, ее нужно 1 чайную ложку на 2,5-3 литра воды. От 2,5 до 3 литров чистой воды. И вот такой водичкой поливать можно орхидеи. Можно также протирать листики, но все-таки по корням будет лучше. Все-таки при поливе будет лучше. Это как раз добавка, которая поможет подлечить растения от хлороза. Но опять же скажу, это не единственная причина, по которой могут желтеть листья фаленопсиса. Всего вам доброго, здоровья вам и вашим растениям!